В Нижегородском архиве сохранились свидетельства об участии наших земляков в боях под Сталинградом. Один из документов – справка об участии в битве в Волжской военной флотилии. Моряки перевозили грузы и бойцов, вывозили из Сталинграда жителей. Сохранились и документы о тех, кто принял боевое крещение под Сталинградом, о после героях Советского Союза, летчике Алексею Муравьеве и артиллеристе Борисе Мамутине. Его письмо с фронта с описанием тех событий также хранится в Нижегородском архиве. В таковом бою я столкнулся с огромным немцем, который замахнулся на меня штыком, намереваясь нанести удар в грудь. Левой рукой с автоматом я отбил укол, но все-таки этого было недостаточно. Немецкий штык зацепил меня за левое плечо. Правой рукой я нанес ему удар ножом в глаз. Немец замертво свалился на дно траншеи. Сохранились не только письма земляков, но и документы, подтверждающие деятельность заводов. В Горьком производились танки, машины, корабли, речную и морской флотилий. Для фронта Т-34 производились в ускоренном темпе с октября по декабрь 1942 года. После завершения битвы для восстановления жизни города горьковчане направляли туда сырье, промышленную продукцию и одежду для уцелевших жителей. Что интересно, документы свидетельствуют была раскладка по районам города Горького, что какой район должен отгрузить для Сталинграда. Накануне войны в Горьком было создано ремесленное училище номер один. Там обучали металлистов для работы на заводах. В 43-м году училище было награждено боевой наградой – Орденом Красной Звезды. Бригады из этого училища отправлялись в освобожденные районы Сталинграда. В архиве сохранился и альбом воспоминания с фотографиями бойцов противотанкового полка. Он еще назывался Запорожский. Освобождал Запорожье, а формировался в Иксе. И потом они прошли Миллерово, Южная Украина, Запорожье. Здесь были тяжелые бои, они получили свое почетное наименование запорожские. Никополь, Николаев, Одесса, Кишинев, Винница. Потом переброшены в Польшу Сандомир, Глогов по нынешнему, Глогау, Бреслау, Вроцлав и Будапешт, Весприн. В Венгрии они закончили боевой путь в 45-м году. Сама битва под Сталинградом продолжалась 200 дней. Закончилась 2 февраля 1943 года. Этот день стал днем воинской славы России. Дарья Кульбакина и Виталий Кудрявцев. Время новостей.